Здравствуйте, дорогие читатели! 27 января 2024 года отмечается 80 лет со дня полного прорыва Брокада Ленинграда. Мы предлагаем вашему вниманию громкое чтение глав из книги Эллы Фаниковой «Хлеб той зимы». Главы называются «До свидания», «Бомбёжка», «Ночное заре». Элла Фаникова – художник, писатель, прозаик, драматург, переводчик и поэт. Родилась в 1934 году в Ленинграде. После окончания Ленинградского университета много лет работала журналистом в Новосибирске. Писала статьи и очерки. «Хлеб той зимы» – первая книга писательницы. Она во многом автобиографична. Первая книга была напечатана в Новосибирске, затем неоднократно переиздавалась. Была переведена на несколько языков. Английский, немецкий, болгарский, эстонский, фарси. «Хлеб той зимы» – рассказ о брокадных днях и пронзительная история о самой обычной девочке, ее семье и обо всех ленинградцах, не оставивших окруженный город. Первоклассница Лена осталась вместе с семьей в брокадном городе. Теперь она знает, что такое воздушная тревога, как тушить зажигалки, каким бывает настоящий голод. Оказывается, оладьи можно приготовить из кофейной гущи, а студень – из толярного клея. Глава «До свидания» Солнечные лучи, вкуп, пронзая белые занавеси, веево взлетаются по комнате. Что сулит мне этот долгожданный воскресный день? Может, буду помогать маме собираться на даче? На даче в двух шагах от застекленной веранды висит удобный глубокий гамак, который так хочется поскорее залезть, что он не снится по ночам в виде сказочной ладьи, крывущей над сосновым лесом. А еще на даче имеется сердитый медный самоват. Он кормится шишками и очень недоволен, когда их мало. Так и быть, нынче не стану лениться, как прошлым летом, и вдоволь наская этому толстому самоварочу его любимых еловых. Пусть пыхтит и пыжится от удовольствия, распространяя вокруг вкусный хвойный дымок. Но, может быть, собираться будем завтра, а сегодня пойдем гулять через точков мост на Петроградскую сторону, забредем зоосад. Вот это будет здорово! Соседская Ирочка рассказывала, что там с недавних пор катают не только на пони, но и на веблюдах. Наверное, у них очень удобно между горбами и мягко, как в гамаке. Белому мишке надо во что бы то ни стало раздобыть с кемо, отозвать папу в сторону и тихо, мирно с ним договориться. С ним можно договориться. Мама-то наверняка не разрешит, скажет, что незачем засорять бумажками бассейн, или что медведи простудятся от мороженого, или что-нибудь еще в этом роде. Мама строго и точно знает, чего можно, а чего нельзя. А может, мы поедем в большой парк на островах, который взрослые называют непонятным словом цепикео. В парке папа берет лодку и дает мне немного повезти. Но это мечты. А пока миссия лежит в своей кровати. Представит одевание, умывание и бесконечный завтрак. Бесконечный потому, что я ненавижу кефир, наотрез отказываюсь его пить. И много времени уходит на борьбу с родителями. Интересно, кто сегодня займется моей кормежкой? Наверное, папа. Мама по выходным обычно говорит. — Федя, твоя очередь. Могу я разок поспать? Папа еще сонный, зерошенный. Густые черные брови в охматке смешно торчат в разные стороны. Является ко мне. — Эй, ребенок, подъем! Вот и дверь же скрипнула, ныряя с головой под одеяло. — Пускай папа подумает, что я куда-то поддевалась. Я часто так от него прячусь. А он очень пугается, драматическим голосом взывает к несуществующей публике. Пропал ребенок. Вот несчастье! Куда же он у меня пропал? И кто это его унес? Надо срочно позвонить в милицию. Вы случайно не видели, дорогие граждане, здесь одну противную девчонку, которая вечно пропадает? Тут я ускакиваю и ору. Не надо милицию, я нашлась! — Ах, ты нашлась! — говорит папа. — Вот я тебе сейчас! И у нас начинается развеселая возня, беготня по комнате и швыряние подушек. До тех пор, пока мама решительно не прекращает этот шум, который может потревожить соседей. Вижу, притаившись, и хихикаю под одеялом. Но никто меня не ищет. Делаю маленькую щелку и оглядываю комнату злодием глазом. Мама! В чем дело? Она стоит после табуретки с моими вещичками. Наклоняется, берет платьице, перебирает его руками, а сама смотрит куда-то в сторону. В одну точку. И лицо у нее напряженное и такое печальное, что мне становится не по себе. Выспособождаясь под одеялом, мама словно не видит меня. — Мамуленька! Я сейчас! Видишь, я уже встала! — Да-да. Мама все еще отсутствует и нет со мной. Я стревожена. Провенилась, наверное, чем-то. Только чем? Ума не привожу. Тихонько дотрагиваюсь до маминой руки. И вдруг она, обычно такая сдержанная, крепко-крепко до боли обнимает меня, прижимает к себе, будь-то боится, что меня могут отнять у нее, забрать, увезти. Мамочка, мама, что ты? Ну что ты? — Ничего, девочка, ничего. Сейчас пройдет. Мама вытирает глаза. Плакала? Из-за чего? Приходит папа. Он тоже какой-то необычный, невеселый. Лена, — медленно говорит он, — сегодня война началась. Война с Германией. Побудь дома одна. Нас с мамой надо уйти. Война. Как это война? Что это война? От мальчишек из нашего двора я знаю, что война — самая интересная на свете игра, которую девчонок берут только в виде исключения. Все бегут, стреляют из деревянных пистолетов, флагаток, кричат «Ура!» и дерутся. Но это игра. А как выглядит война в запряташне? Через несколько дней вечером в комнате родителей, тесно заставленные шкафами, собираются мамины друзья, сотрудники научно-исследовательского института истории театра и музыки. Гости возбужденно разговаривают, много курят. На меня никто не обращает внимания. Хотя один из них — Василий Саныч, мой приятель, от которого мне часто перепадает кулечек гостинцами. Василий Саныч сидит рядом с мамой, часто наклоняется и целует ей руки. Меня терзает ревность. Ну и ладно, не любит он меня, ну и пусть. Вот запишутся оба с папой на войну, тогда она посмотрит. Гости уходят. Мама долго-долго стоит с ними в коридоре. И до меня доносится и ласковый, грустный голос. Папа тоже там. Я чувствую себя одинокой, покинутой. Почему маму не отпускают? Рассердившись, выскакиваю в коридор. Но там уже никого нет. Все на лестницей площадке. Никак не могут распроститься. Мужчины спускаются в них. Их голоса уже похожи на эхо. До свидания. Глава «Бомбежка». Я тяну волынку, завожу всякие необязательные разговоры, без конца расплетаю и заплетаю себе на ночь косички, капризничаю. Прага мама все равно этого не видит. Наконец, папа идет на хитрость. Он укладывает мою кровать большого, силового, плюшевого медведя, Мику. И укрывает его одеялом по самый его кожаный нос. Раз эта скверная особа меня не слушается, ложись, Мика, ты. Мы сейчас выставим ее за дверь, а сами... Папа звонко шепчет в круглое Микино ухо. Сами будем читать друг другу стихи. Идет? Мика смотрит на папу круглым, ближним, стеклянным глазом. И я вдруг страшно обижаюсь. Мне кажется, что Мика вероломно предаст нашу старую дружбу. А дружба у нас действительно старая. Мика мой ровесник. Его покупка была приурочена к моему рождению. Сначала он был много выше ростом меня, а теперь я давно уже его перегнала. Когда-то Мика был темно-коричневого цвета. Посевел он после того, как я года четыре назад вознамерилась его побрить. Брить же, папа! А Микин плюшевый волос так похож на отцовскую щетину! Когда я уже намазала медведя с головы до пят густым мыльным кремом, на пороге комнаты возникла мама. Мишку долго отмывали и отпаривали в горячей воде. Оказывается, вместо мыльной пасты в тюбике оказался жирный ронолиновый крем. С тех пор медведь утратил свой изначальный медвежий цвет и четкость форм. Но от этого я еще больше к нему привязалась. Я уже совсем было собралась выдворить Мику и сама залезть под одеяло. Как вдруг стену раздается отчаянный громкий стук. В квартире хлопают двери. Кто-то стремительно проносится по коридору в сторону кухни. А я слышу испуганный визгливый фальцет Ивочкиной матери, Агнии Степановны. «Комаровские! Вы с ума сошли? Вы что, ничего не срожите? Немецкие самолеты, бегите!» «Мы уже побежали!» Папа бросается к репродуктору. «Ну, конечно, он у нас выключен. Держать радио весь день и ночь включены, мы приучились не сразу». Комната наполняет оглушительный вой сирены. «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Папа кидается гасить лампу и открывает окно. Становится отчетливо слышен нарастающий зловещий гул. Кажется, он нависает прямо над нами, над головой. В квартире окна я вижу косые столбы беспокойного света, шающие по небу. И высоко-высоко над домами какие-то быстрые чижающие созвездия ярких вспышек. «Папа, я боюсь!» Отец хватает меня в охапку и вместе с одеялом тащит коридор. «Ольга!» – кричит папа, барабаня ногой в запертые двери в ванной. Но из-за плеска воды мама ничего не слышит. «Ольга, бомбят! Все бросай! Вниз! Немедленно! Ленка со мной! Ты слышишь?» Мама наконец выходит. У нее разделенное лицо, руки в мыльной пене. «В чем дело? Почему такая паника?» «Беги в подвал!» – в нем унимается отец. «Самолеты!» «Мамочка!» – я тоже начинаю кричать, как и все вокруг. «Мамочка!» «Там в комнате Мика остался! Возьми его, мама!» «Никаких миг!» – выходит из себя отец. «Сейчас же вниз! Оберехнулись!» «Но мама уже убегает в комнату и возвращается с медведем и розовой сумочкой, и с нашим Энзе. Она редко теряет самообладание. Четвером мы проталкиваемся на лестничную площадку. Именно проталкиваемся, потому что лестница забита людьми. Оскользясь на круглых стершихся ступеньках, они беспорядочно низвигаются вниз. Полуодетые в шлепанцах, с узвами, тюфиками, чемоданами в руках. Давка, вопли, ревут дети, кряхтят и стинают старики. А может быть, больные? Чугунные перильцы прогибаются от натиска, того и гляди, не выдержат. В подвал ведет узкая-узкая дверь. Скорее даже не дверь, а какой-то кошачий лаз. Там просто смертоубийство. Наконец нам удается проникнуть в целое бириндеров иных литушек и кладовых. Под ногами чавкает вода, пахнет гнилью, мокрыми опилками. Сесть негде, притулиться негде. В нашем доме еще не успели оборудовать укрытие по всем правилам. Мы стоим, прижавшись к спинам и заносистым рогатым переборкам. Папа устал держать меня на руках и, плотно подоткнув с боков одеялом, поставил пятки на свои собственные ноги. Мама дышит где-то рядом, хотя ее не видно. Тьма вокруг ромешана. Внезапно мы слышим ужасающий хруст. Такое впечатление, как будто наш дом забрали в гигантские щипцы для орехов и мощно надавили на рукоятки. Стена подвала содрогается. Папа крепко прижимает меня к себе. «Нас завалило! Завалило! Завалило!» Истерически забывает женский голос. «Перекратить панику!» Властно приказывает мужской. «Перекратить!» Все спокойно остаются на своих местах. Там разберемся. Через час мы выкрапкиваемся из подвала. Налет кончился. Наш дом цел. Но, говорят, толпе бомба угодила соседней. По малому проспекту. Выйдя на улицу, мы видим, как от невыстрей эти линии заворачивают нашу сторону карета скорой помощи. «Идем скорее домой!» Говорит папа. Он опять держит меня на руках. Конец одеяла весь грязи, волочится по земле. «Какой ужас!» «Нет, какой ужас!» Говорит папа. «Оля!» «И ведь это только начало!» «Нас всех перебьют!» У мамы грозный, решительный, литой такой же голос. «Больше я никакой паники не допущу!» «В подвал больше не пойду!» Потом мама включает настольную лампу и садится на диван. Пришивать Микки оторванное ухо. Глава «Ночное зарело». Первые числа сентября. Еще очень тепло. Деревья в перекопанном садике на седьмой только чуть-чуть утратили свою яркую летнюю зелень. На тополях лишь кое-где проглядывают поржавевшие листочки. Ночистые и отдушные. В одну из них мы просыпаемся от грохота. На лед. Ну что ж, нам не привыкать. Папа, правда, делает слабую попытку спровадить нас в бомбоубежище. Но мама поворачивается на другой бок и притворяется спящей. Я корчу отцу рожицу, за что получаю легкий шлепок. Лепроформы. Разрывы бомб все учащаются. Дом то и дело стрясает. Возь сирен, гул самолетов. Наши? Мессершмиты! Слышно, как сухо и отрывы старявкают зенитки, зенитные батареи неподалеку от нас, на набережной Невы. Ну и ночка, говорит папа. Погасив свет, он отворачивает краешек черной шторы и выглядывает на улицу. Темная комната сразу же озаряется тревожным багровым светом. Оля, пойди-ка сюда. Торопливо зовет папа. Смотри, я такого еще не видел. Мама, а за ней я обе в ночных рубашках спешим к окнам. Что творится над Ленинградом? Боже мой! Дальнее небо охвачено каким-то мощным заремом. Крыши соседних домов на его фоне прорисовываются фантастическими контурами. Что-то небывалое, потрясенно говорит папа. Просто невероятное что-то. Утром через открытые окна в квартиру вывывается странный запах. Как будто неподалеку варят. И они все время пригорают. Сахарных петушков на палочке. Соседи собрались на кухне. Кто-то из них уже принес из Божьи страшную новость. Горят Бадаевские склады. Знаменитые Бадаевские склады, где город склонит почти все свои запасы продовольствия. Запах-то слышите? Нарушает общее молчание Ивочкина мама. Это сахар горит. Что будет? Подавленно вопрошает тетя Юля. На этот вопрос никто не может ответить. А вскоре на свет выплывает и становится реальностью слово Бракада. Ленинград окружен врагами. Мы прочитали вам только три главы из этой книги. Если хотите узнать, как сложилась дальнейшая жизнь маленькой Лены в Бракадном городе, то приходите в городскую детскую библиотеку имени Евгения Степановича Коковина за этой полной мужества и драматизма книгой, а также за книгами других авторов, которые посвящали свои произведения детям Бракадного Ленинграда. Бракадного Ленинграда